Сегодня видео. Сева смотрит на помпу. И она чешит меги. А также Сева кричит, не працюй. Внутри электроэзопорожец. Поставил на него вентилятор, помпу. С тем охлаждением. Вентилятор. Поставил на вентиляторе управления. Сейчас покажу как он работает. Вентилятор замедлился, выключился. Сейчас работает помпа. Она гудит. От нее слышно шум. Шум тоже хочу с этим бороться, чтобы она вообще тихонько работала помпом. Все запчасти в куче. Сейчас буду все красиво выставлять. Делать, чтобы оно все красиво было. Чтобы убрать эти все шумы. То есть уже занимаясь промышленным тестированием. Покажи колеса. Давай с другой стороны зайдем. Колеса. Поставил колеса. Поехали, если хорошо, что все было хорошо. Смотрим. Вроде бы все отлично. Вроде бы все отлично. Так, пробуем. Теперь поднимаем колесо и смотрим. Если оно сцеплялось, то на нем должны быть потертости. Диски 2103 ВАЗ. Резина 175. Пятое. Пока еще идет доработка. Будут и полуси меняться, и все остальное будет меняться. Не спеша это все меняется. Спереди резина, которая просто ездит. Аккумуляторы. Аккумуляторы пока стоят в колонне. Вот находится аккумулятор. Это целая батарейка Chevrolet Volt. Аккумуляторы получаются 400 вольтовые. Контроллер сзади. Давайте посмотрим на контроллер. Вот там он стоит чуть дальше. Вот там он стоит контроллер. Это контроллер от Григория из Ковеля. Предположительно, он может выдавать 1200 А. Еще не пробовали, на максимум не тестировали по батарейке. То, что замеряли, видели токи там 150-190 А. Это пока не втапливали, потому что не было, потому что не было, так сказать, нормально резины и все остальное. Сейчас поставили резину. Проблема идет с... Пока... Поставили резину. Пока идет проблема с барабанами, там с подшипниками. Так. Что-то трется. Оно так незначительно трется. Вот. Решим этот вопрос и все будет хорошо. Батарейка час будет переноситься под капот, потому что очень легкая морда. И когда машина разгоняется, она сильно назад просаживается. Практически капот поднимается практически вверх. В космос улетает. В салоне... Покажи салон. В салоне пока бардак. Посредине стоит огнетушитель. Там всякие... Ну... Клацалки, переклацалки. Датчиков еще пока никаких нет. Жду педаль газа. Скоро будет педаль газа нормальная. Тогда тоже попробуем разогнаться спереди. Стоят фары. Обычные фары стоят. Ну как обычные? Диодные фары. Ну чуть не обычные, да? Диодные фары стоят. По планам вот эти поворотники боковые убирать. Вот эти вот желтые поворотники. По планам их убрать. Просто сделать. Зализ. Как на этом. Поставить поворот вот где-то вот здесь сбоку. Поворот поставить. Все в принципе. Все остальное вроде бы будет дорабатываться. По аккумулятору еще скажу. Сзади. Все хотят, чтобы сзади было сиденье. Чтобы не было аккумулятора. Поэтому аккумулятор... Вот здесь видно, да? Аккумулятор будет перемещаться. Вот эта вот часть будет перемещаться вплотную. До. Так сказать. Моторного щита заднего. Вот здесь. А вот передняя часть. Передняя часть аккумулятора. Она будет перемещаться под капот. Скорее всего. Есть в планах. И остальную часть аккумулятора тоже туда переместить. Потому что развесовочка должна быть 50 на 50. Когда я сделаю развесовку 50 на 50. Тогда этот. Так сказать. Пепел ватс будет управляться. И будет ездить. Ну чуть-чуть лучше. До этого делала заезды. Сзади была резина запорожская. В колесах. Те которые стояли. Здесь получается ширина. Вот если померять линейкой. Нет под рукой линейки. Здесь получается 9 сантиметров. Вот. 9 сантиметров. Это получается 90 против 175. А спереди жигулевская стояла. То вообще машина была неуправляемая. Только отпускаешь газ. Срабатывает рекуперация. Которая начинает кидать из автомобиля. Ужас. Сплошной ужас. Сейчас Попоп проехался в этом конфиге. Машинка себя ведет вообще божественно. На торможении тоже тормозит хорошо. Мне понравилось. Сейчас еще попробуем чуть-чуть оттормозиться так хорошо. В пол попробовать оттормозиться. Что произойдет. Ну и все в принципе. Едем дальше. Катаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С помощью телефона замеряем швидкость. Самое большое приколе, в котором оно заводится. Бачите? На кнопочку нажимаешь. И держишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, как на аттракционе. Закрыла дверь? Закрыла дверь Мне в этой машине понравился кондиционер Видите? Открыл и оттуда кондиционер Это мы будем на асфальт? Да Угу Ааа! Люсія! Валена, еще когда на скейт по машине едешь в больницу Знаешь, когда за тобой подстерягаешь на улице то машину вообще не чу Tá Когда едешь прибыль машину. Та шум, ужас такой Я не могу до сего привыкнуться. Хочешь высказать? Я вам скажу так, швидкость 50 км за годину, здаётся, что ты на ракете куда-то взлётаешь, а по на каких-то атракционах, типу американской гиры. Десята година вечера, вийшла поглянути, чим занятий коханий, а він всё ещё... Что ты, до речи, робишь, коханий? Представляете, это волшебник. Він ещё сам не понимает, но что с тобой? Щоб вы понимали, до нас уже приходят сусиди, всем интересно, что это такое, 10 годин. А всё светится, как в день, что тут какая-то весильная гулянка. Уже всі полягали спати в будинку, я думаю, кого-то не хватает. Под боком кого-то не хватает. Виходишь оттут коханий. Тебе бежать, да? Это настолько занятая работа, что я вышла в курт, мне холодно, а он сидит в футболце и отмевляется одягать свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сьогодні кататись не будем? Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можливо, вы знаете, напишите в комментариях, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok